МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Зеленый свет в столице Чувашии прошла акция «Письмо водителю и пешеходу». Вековой юбилей с секретами долголетия поделилась жительница Цивильска. Братья наши меньшие, африканские ежики, новые жители Чуваксарских квартир. Сегодня Михаил Игнатьев побывал на дне открытых дверей в компании «Дорис Кан». Дорис Кан – единственный официальный дилер «Скане» в Чувашии. Занимается реализацией автомобилей, автобусов и оригинальных запчастей, а также сервисным обслуживанием грузовых иномарок. Центр по-новому выстраивает линию оказания транспортных услуг. Глава республики Михаил Игнатьев смог убедиться в качестве предлагаемых тяжеловесов, лично проведя тест-драйв. Мы констатируем, подчеркиваем, что нужно создавать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса. И вот еще один шаг в нашей жизни, для развития нашей экономики. Создано здесь 50 хороших производительных рабочих мест. В Совет Федерации направлен указ главы Чувашии Михаила Игнатьева о наделении Николая Федорова полномочиями члена Совета Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики. Указ уже вступил в силу. Четыре компании, работающие в Чувашии в сфере цифровых технологий, объединились в отдельный кластер. Эту инициативу поддержала Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций. Для РАЭК развитие региональных объединений сегодня одно из приоритетных направлений работы. И наша республика стала первой, где появился местный диджитал-кластер. РАЭК объединяет компании, оказывающие услуги в области мобильных и интернет-разработок, а также маркетинговых коммуникаций на одной площадке. Региональный кластер должен помочь развитию регионального диджитал-рынка и повышению кадрового потенциала республики. Смысл кластера – это не что-то, что внедряется сверху. Все кластеры возникают снизу, изнутри, с рынка, когда компании понимают, что им выгоднее сотрудничать друг с другом, чем бороться, конкурировать, драться на тендерах по цене и так далее. Объединяя компании в кластер, мы просто надеемся, что они научатся гораздо эффективнее решать собственные вопросы, ну или с нашей помощью в том числе. Одна из главных проблем диджитал-агентств – кадровая. Они постоянно находятся в поисках новых сотрудников. Консолидировав усилия, компании смогут найти правильное решение этого вопроса, считает Максим Жуков. Тем более, необходимость в объединении зреет уже не первый год. Мы до этого предпринимали попытки объединения, да? Просто не хватало вот некого идейного лидера, того же самого, не хватало готовых механизмов, готовых схем, которые, в принципе, в этой франшизе Райковской нам дает. То есть большой массив информации, уже обкатанных на других регионах. Важным направлением деятельности кластера является работа с компетенцией рынка, подготовкой не только студентов, но и заказчиков услуг. В планах работы – открытие школы интернет-технологии и интернет-маркетинга, проведение семинаров для предприятий Республики, а также участие в создании отраслевых стандартов в области эффективного оказания услуг на диджитал-рынке. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. В правительстве страны активно обсуждается возможность установления скользящего графика начала учебного года. Последняя неделя августа – тяжелая пора для всех, кто пытается вернуться из теплых стран к первому сентября. Помощник президента России Игорь Левитин уверен, что данная инициатива поможет увеличить турпоток на российских курортах. А в это время кадеты наших военных училищ совместили приятное с полезным и начали учебный год на курортах Крыма. По решению министра обороны, с первого сентября на базе Севастопольского кадетского училища открылся круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь. Первыми на побережье Черного моря приехали кадеты из Кызыла и суворовцы из Перми, среди которых есть два воспитанника из Чувашской республики. У них здесь новые друзья, новые впечатления, новые эмоции. А мы, понимая, что именно в этом возрасте формируется их характер, в этом возрасте формируется их личность, мы, руководствами обороны, делаем в том все, чтобы у них было конкурентное, способное образование, чтобы у них была возможность заниматься любимыми видами спорта, чтобы они могли открыть свои таланты. Кроме учебных занятий и физических упражнений, для юных военных организованы познавательные экскурсии по Крымскому полуострову и знакомство с выдающимися памятниками военной истории Севастополя. Мы были на экскурсии Черноморского флота, были на Сапун-горе. Мне там очень понравилось, там очень красивый вид. Там экскурсоводы рассказывают все подробно и четко. В этом учебном году запланированы три двухмесячных смены для суворовцев, нахимовцев и кадет-довузовских учебных заведений Минобороны России. Помимо курсантов Пермского и Суворовского училища, в Крым отправятся воспитанники кадетских корпусов ПФО из Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Перми. Они примут участие в специальной военно-патриотической смене лагеря «Артек». Анастасия Алексеева, Республика. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В этот день людям предлагается отказаться от потребляющих топлива транспортных средств. В России эта акция впервые была организована в Москве в 2008 году. С каждым годом в больших городах она набирает обороты. Жители Чебоксар тоже слышали о такой акции. Я слышала о нем, но что он сегодня проводится – нет, не знала. А как вы к этому празднику относитесь? Наверное, положительно, скорее всего. Все, что сохраняет окружающую среду, наверное, отношусь положительно. Как-то я слышала об этом празднике, а так вот сегодня – нет. Конечно, я не знала. А как думаете, какой эффект он несет на общество, на экологию оказывает? Ой, мне кажется, очень замечательно. Тем более, особенно здесь и школа, и детские сады. Тем более, сейчас экология такая. Ну, сейчас вот ехал по радио постоянно, говорили про это. Смотрю, конечно, результатов пока мало таких любителей велосипедов. Но хотелось бы видеть его очень часто в наше время. Такая загазованность, кругом пробки. Большое дело, конечно. Вы слышали об этой акции? Я только с Нижнего приехал, что-то не слышал. Ну, так вот, в больших городах сегодня люди используют вместо автомобиля велосипед. Как вы относитесь к этой акции? Хорошо, хорошая идея. Да? Если бы знали заранее, вы, возможно, сегодня отказались от автомобиля? Да, 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 отказался бы. Впервые акция «День без автомобиля» прошла во Франции в 1998 году. А сейчас ее проводят более 2000 городов по всему миру. В России 24 города присоединились к массовой акции. Люди отказывались от машин, пересаживались на более экологичные виды транспорта. Где-то сокращали стоимость аренды велосипедов и увеличивали время проката. В рамках Всемирного дня без автомобиля прошли велопарады, конференции и другие мероприятия на экологическую тематику. Несмотря на благоприятную погоду, в Чебоксарах для автовладельцев не организовали ничего подобного. Хотя сами водители готовы поменять четыре колеса на два. Алексей Табинов, Александр Петров, Республика. Конечно, совсем отказаться от автомобиля невозможно. К сожалению, несоблюдение правил дорожно-транспортного движения приводит к ДТП. Серьезная авария произошла сегодня утром в Новочебоксарске. Столкнулись две маршрутки легковой автомобилей, хлебный фургон. Авария произошла на улице 10-й пятилетки в 8 утра. Водитель автомашины «ГАЗ», не соблюдая необходимую дистанцию, совершил столкновение с автомашиной «Приора», которая от удара врезалась в попутную автомашину «Форд Транзит». Далее автомашина «ГАЗ» выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с маршрутным автобусом марки «Мерседес». В общей сложности в этом ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Виновниками аварии становятся и водители, и пешеходы. Соблюдение правил дорожного движения – то, к чему должны стремиться все участники процесса. Объединение библиотек города Чебоксары совместно с управлением ГИБДД по Чувашии провели совместную акцию «Письмо водителю-пешеходу». Подробности в нашем сюжете. Правила дорожные знать каждому положено. В этом уверены ребята, которые принимают участие в этой акции. В течение сентября школьники и воспитанники детских садов писали письма участникам дорожного движения. А сегодня конверты с просьбами и пожеланиями дошли до адресатов. «Когда у вас что-нибудь болит, не садитесь за руль. Когда вы не в трезвом состоянии, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, не ездите на красный свет». Общение с водителями оказалось полезным и для самих ребят. «Переходите дорогу только на зеленый свет, не бегайте через дорогу, самое главное. Даже если вы видите, что машин нету, только на пешеходном переходе переходите, пожалуйста, дорогу. Очень аккуратно, дети, будьте». Участники акции не забыли и о других полноправных членах дорожного движения о пешеходах. Они наравне с автомобилистами должны соблюдать установленные правила. «Ребята, никогда не играйте, не бегайте рядом с машинами. Чем больше машина, тем больше слепая зона. Водитель может не заметить вас, даже если посмотрит в зеркало». К этому флешмобу школьники готовились давно, вспоминали правила дорожного движения и писали письма. Набралось более 150. Как правильно вести себя на дорогах города ребята уже знают и стараются донести свое знание до окружающих. «В нашем городе очень много происходит аварий, погибает очень много детей и взрослых. Я написала письмо водителю, в своем письме я писала о том, что нельзя гонять по дорогам, это не гоничная трасса». Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, в этот раз основная работа ведется с автолюбителями. Такие совместные акции с ГИБДД проводятся уже третий год и каждый раз они становятся все масштабнее. Основная идея – это, конечно же, напомнить горожанам, детишкам про то, что важно соблюдать правила дорожного движения, важно относиться до других, то есть сам соблюдаешь лучи другого. По мере того, как ребенок пишет письмо, он учится, то есть сам вспоминает какие-то правила, узнает новое что-то из азбуки дорожного движения и потом это претворяет жизнь. Знать, помнить, соблюдать – об этом еще раз напомнили всем жителям Чебоксары. Организаторы акции надеются, что такие профилактические мероприятия помогут спасти жизни. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Революция, Великая Отечественная война, распад СССР. Эти исторические события застала Лидия Кирилловна Никитина. Недавно она отметила вековой юбилей. Секреты долголетия в нашем сюжете. Лидия Кирилловна Никитина всегда рада гостям. Этим летом на празднование векового юбилея собралась вся деревня, родные и близкие – дети, внуки и правнуки. Несмотря на свой возраст, долгожительница помнит всех своих родных по именам. Как настоящая женщина не забывает ухаживать за собой. Следит и за своим здоровьем. За столько лет практически никогда не обращалась к врачам. Она очень следит за питанием. Сейчас, конечно, мало ест, но раньше только натурально ела. Вот, например, картошку сварим и пюре делаем, а она только картошку ела, пюре не ела. И сейчас точно так же. Ну, вот, конечно, здоровье зависит, я думаю, конечно, и от питания. Ну, и самое главное – гены, какие гены. Судьба у Лидии Кирилловны сложилась непростая. Всю свою жизнь проработала в колхозе, во время войны трудилась на канашском заводе. Там производили военную технику. Вместе с супругом построили дом и завели хозяйство. У Никитиных шестеро детей, четверых уже нет на этом свете. Потеряла и мужа. Но сохранила оптимизм и веру в добро. Другая женщина бы, наверное, состарилась бы, но вот она все это выдержала. И все-таки вот ради внуков, правнуков, теперь правнуки, праправнуки даже есть. Для нее сейчас вот внуки самые близкие, самые родные. Лидия Кирилловна постоянно держит в закромах гостинцы для самых маленьких. Всегда рядом сноха, которая ухаживает за ней. Долгожительница – пример не только для своей семьи, но и для всей деревни. Прожить жизнь, назло всем невзгодам и остаться молодой в душе – это удается не каждому. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Хамелеоны, белки, змеи, пауки уже давно живут в чебоксарских квартирах. Недавно в список экзотических домашних животных попали и ежи. Африканский карликовый еж стоит 5000 рублей. Порода выведена специально для дома. Эти малыши появились на свет месяц назад. Сразу пять. Удача для заводчика. Продать или подарить их новым владельцам можно будет через месяц. За это время ежики успеют привыкнуть к рукам, а дети вдоволь наиграться. Африканских ежей вывели специально для того, чтобы держать в домах. В природу их выпускать нельзя. Погибнут. В отличие от обычных ежей, у этих зверьков мягкие иголочки. В зимнюю спячку не впадают, в клубок не сворачиваются. Наши гости всегда боятся, когда мы берем ежат вот так вот. Но это совершенно не страшно. И ежикам совершенно не больно, потому что в природе мама всегда переносит ежей так. Африканские ежики довольно неприхотливые животные. Иммунитет у них хороший. Шума от зверьков немного. Днем они в основном спят. Каждому ежику нужна отдельная просторная клетка с домиком, где он будет спать. Ежики очень любят бегать в колесе, поэтому в каждой клетке должно быть колесо со сплошной поверхностью, чтобы ежик не сломал себе лапки. Кормят ежиков кошачьим кормом без содержания картофеля и кукурузы, а также диетическим мясом. Можно давать овощи, фрукты, яблоки, груши, огурцы. Держать дома лесных ежиков хлопотно и рискованно. Они могут быть переносчиками паразитов. А вот африканских просто и уже очень модно. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. К новостям спорта. Живи в ритме своего города лозунг чебоксарской молодежи. Причем ритм задают именно горожане, которые ведут активный образ жизни. К ним, безусловно, относятся и велосипедисты, занимающиеся памп-треком. Какой темп они задают городу, выяснила наша съемочная группа. Спросите у жителей республики, что такое памп-трек, мало кто ответит. А ведь в городе этой разновидностью маунтинбайка занимаются как минимум пять лет. И даже принимают гостей из других городов. Погода хорошая. Собственно, в Москве все, скажем так, места, где можно кататься, уже обкатал. Ну, а в Чебоксарах, я знаю, в прошлом году впервые приезжал на соревнования, на немножечко другую трассу, которая очень классно построена. Ну, и в этом году решил повторить свое, скажем так, свое путешествие. Выделил специально четыре дня, приехал сюда к вам. Ну, и, соответственно, на этот раз тоже заехал. Особенность памп-трека заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью прокачки, когда движение производится за счет переноса центра тяжести. Мы поняли, что крутить педали нам не очень интересно. И, углубившись в пучину интернета, мы начали искать там те направления, которые нам будут очень близки. И нашли вот данный вид, значит, спортивного велосипедного спорта, который называется памп-трек. Ну, и, соответственно, успешно его воплотили на данной территории, и впоследствии вышли на администрацию города, и совместно мы планируем сделать проект на заливе. Сейчас велосипедисты готовят необходимую документацию, чтобы создать памп-трассу. Для этого понадобится порядка 30 камазов грунта и три дня работы. На выходе хотели бы получить одну из самых лучших памп-трек трасс у нас в Поволжье, потому что только похоже в нижнем месте и в Москве, в принципе. У нас будет фактически третье в региональном масштабе. Это будет очень круто, к нам будут приезжать ребята, это будет развивать маутинбайк по всей России, в принципе. Я считаю, идея эта очень правильная, потому что в центральных городах России это уже давно развито. Можно взять, в пример, Москву, памп-трек Строгино под мостом. То есть это уже давно развито. Дело за нами. Пока велосипедисты собираются на самостоятельно приспособленной трассе по улице Кукшумская. Катаются и зимой, и летом. Выезжают в другие города, приглашают и к себе. Находят друг друга в социальных сетях и с удовольствием обмениваются опытом и историями экстремального спорта. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Каждый год в конце сентября в селе Новые Шальтя Маканажского района проходят соревнования по спортивной ходьбе. Раньше они носили название на призы мастера спорта СССР Вячеслава Краснова. В этом году поменяли статус. 24 августа 2015 года заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии Вячеслав Краснов ушел из жизни. Минувшие выходные в Канажском районе прошли соревнования памяти спортсмена, тренера и экс-министра. В селе Новые Шальтямы скороходы из городов и районов республики собираются уже в 16-й раз. Сильнейших определяют в пяти возрастных группах. Первыми на старт вышли участники 11 лет и моложе. Их дистанция 1 километр. Старшие спортсмены 97-го года рождения и старшие шли по 5 километров. В этот день соревновались, получали награды. А еще вспоминали мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации и просто любимого тренера Вячеслава Максимовича Краснова, который часто говорил, что спорт учит жить и улыбаться сквозь боль. 23 и 24 сентября в Чувашии сохранится аномально жаркая погода. Днем ожидается до 26 градусов тепла. По данным Чувашского гидрометеоцентра, средняя температура этих дней сентября на 7 градусов и более выше среднемесячной нормы. На этом у нас все. А впереди вы узнаете, как сделать свой двор лучше. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Утро выходного дня для жителей этих домов началось с веселой зарядки. Тех, кто не успел позавтракать, строительная компания СУОР угощала чаем с печеньем. Желающих принять участие в посадке новых саженцев оказалось много. Это достаточно масштабная акция, достаточно долгожданная. Жители микрорайона давно ждали озеленения нашего микрорайона и хотели принять участие в высадке деревьев. Деревья сегодня высаживаются самые разные. Каждый желающий, кто пришел, высаживает дерево и может получить именную табличку. Молодые березки, рябины и ели. Всего 250 саженцев. У каждого свой хозяин. По именной табличке можно узнать, кто и как ухаживает за своим деревом. В акции приняли участие все жители, от мала до велика. Многие пришли всей семьей. В нашем районе достаточно мало или почти нет деревьев во дворах. А теперь управляющая компания нашего района придумала такую замечательную акцию. Мы посадили нашу семейную рябину, наше семейное дерево. Надеемся, оно проживется, будет большим, вырастет и даст плоды и будет радовать жителей нашего района. Семейное дерево появилось и у Анисимовых. Они посадили березу. Посадили под своими окнами, да, обязательно будем ухаживать за этим деревом. Чтобы дети выходили, гуляли, вот смотрели, радовались. Вместе с дочерью посадили. Сын тоже с нами сажал, но пока только из живота просто участвовал. А так хороший был, как субботний отдых с семьей. Такую акцию по благоустройству территории строительная компания планирует сделать ежегодной. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. Немножко. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok